В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». В данный момент обсуждается вопрос целесообразности дальнейшего переустройства инженерных коммуникаций. Речь идет о сетях, которые изначально попадают в техническую зону метростроя и, в частности, располагаются по линии будущей проходки. Специалисты находятся в диалоге со всеми ресурсоснабжающими организациями, чтобы сообща выработать алгоритм дальнейших работ относительно тепловых сетей, а также водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации. Эксперты поясняют, при оценке технического воздействия на сети ранее на региональном уровне было принято решение о том, что на определенном отрезке коммуникации можно не переустраивать. Теперь по вопросу освобождения территории от инженерных коммуникаций предстоит повторно, уже заручившись одобрением всех ресурсоснабжающих организаций, пройти экспертизу, чтобы окончательно исключить из работ данные сетевые отрезки. Для обеспечения временного электроснабжения при пуске второго тоннеля проходческого комплекса с площадки в районе Новосадовой-Полевой на заводе-изготовителе идет комплектация трансформаторов. Их поставят в зону метростроя и смонтируют ориентировочно к концу августа текущего года. Эксплуатация трансформаторов станет возможной после того, как Ростехнадзор подпишет соответствующую документацию. В будущем с открытием новой станции подземки жители отдаленных районов города смогут быстро и комфортно добираться в исторический центр и обратно. Развитию подземного городского электротранспорта, что положительно повлияет и на совершенствование иноземной транспортной инфраструктуры, уделяет повышенное внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это очень прекрасное событие, так как будет разгружена транспортная развязка города Самары, и из удаленных участков города можно добраться будет до центра города в кратчайшие сроки. И появится возможность у жителей города из отдаленных населенных пунктов приехать в центр города, посетить прекрасные места, набережную, театры и многое другое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова